Леонтьев. Пират. Тайна золотого клинка. Роман. Москва. Андрей Андреевич Леонтьев. 2015 год. Категория 16+. От автора. Главный герой книги был одержим произведением искусства. Оно пленило его сознание, изменило жизненные цели и ценности, заставив следовать по мнимому призрачному пути, воспринимавшемуся героем как жизненная необходимость. Многих из нас может зацепить маленькая искра идеи, впоследствии перерастающая в пожар желание ее воплощения. Такой искрой для меня однажды стала эта книга. История является вымышленной. Все ее герои придуманы. За основу взяты лишь имена и прообразы известных пиратов и реальных людей. Андрей Леонтьев. Пролог. Каждый из нас преследует свои жизненные цели. Плохо лишь, когда цели дуют нас. Часть первая. Одержимость. Глава первая. Остров. Где я? Как я попал сюда? Тело и голову ломило, как будто я выхлебал бочонок рому. Я услышал шум волн и чаек над собой. Ладонями почувствовал мокрый песок. Одежда на мне тоже промокла. До моего сознания дошло, что я лежу на берегу. Что со мной случилось? Я попытался открыть глаза и подняться. Палящее солнце ослепило меня, но, привыкнув к свету, я увидел, что на мне нет сапог. Дорогих сапог, которые мне удалось добыть на одном торговом судне в каюте капитана. Да-да. Я еще, помнится, приметил ту картину на стене. На ней было изображено ранее невиданное мною оружие, но снять картину я не успел, поскольку послышался грохот пушек. Если слышно грохот пушек, значит, какое-то судно подошло достаточно близко для выстрела. Никто не будет стрелять издалека. Команда засуетилась, и мне пришлось покинуть каюту, чтобы узнать, кто пришел на помощь несчастному кораблю, который мы грабили. Я вышел на палубу и увидел такое же торговое судно. Видимо, они вышли из порта почти одновременно. Мы уже достаточно поживились, и сражение со вторым кораблем попусту отняло бы силы, боеприпасы и время. Поэтому мы просто подожгли разграбленное судно, чтобы их компаньонам нечего было спасать, а оставалось лишь подобрать спрыгнувшую за борт команду. Мы стали удаляться от места сражения. Оторваться от преследования не составило бы труда. Наша «Перп-Сиквал» была намного массивнее, маневреннее и быстроходнее их склянки, поскольку над созданием корабля трудились самые лучшие мастера корабельного дела. Примечание «Перп-Сиквал» — пурпурная чайка. Английский. Конец примечания. Я тогда не сразу осознал, в чем дело. Мы уходили под нестихающие пушечные залпы, как будто и грузовое судно везло одни боеприпасы. Моя команда стояла на палубе и радостно вопила. Кто-то уже открывал ром чертовы пьяницы. Наверное, в нас все же попали. И никто уже не заметил течь. Надо же, какое невезение. А еще эта картина. Все никак не могу выкинуть ее из головы. Жаль, что пришлось сжечь корабль. Его можно было бы толкнуть в порту за хорошую цену. Интересно, где я теперь? Не помню, чтобы я бывал на этом острове раньше. Я обернулся по сторонам. Вокруг не было видно ни обломков, ни членов команды. Я здесь один? Этого не может быть. Наверное, меня отнесло так далеко, что и морским дьяволам не снилось. Надо осмотреться, поискать еду, воду и то, на чем можно убраться отсюда, если это вообще возможно. Надеюсь, здесь нет диких животных или каннибалов, которые только и ждут, чтобы мною полакомиться. Нужно найти что-то наподобие оружия. С такой приправой моя шкура не придется им по вкусу. Поднявшись на ноги, я попытался справиться с ломотой в костях, сделал попытку потянуться. Мышцы ныли, как будто я сутки висел на веслах, а меня хлестали чертовыми плетьми. Немного размявшись, я побрел вдоль берега. Окружающая местность выглядела вполне обычно, не считая странных растений, которые ползли по отвесным камням чуть дальше от берега. В ту сторону идти не было смысла, поскольку глыбы резко обрывались в море, и волны разрезали черные острые рифы скал, торчащие из воды. Да и густая растительность могла оказаться ядовитой. Поэтому я пошел единственным доступным путем, не считая моря, конечно, в другую сторону. Здесь, поперек берега, тоже простиралась скала, но уже с аркой, которую можно без труда преодолеть. Пробравшись по мелким камням и валунам сквозь арку в скале, я увидел еще один берег, и, о, черт, там, на боку, омываемое прибоем, лежало тело. Сердце бешено заколотилось. Первым делом осмотревшись по сторонам, я убедился, что причина смерти кроется не на берегу, и мне не предстоит встретиться с ней лицом к лицу. Но нет. В окрестностях было спокойно. Ни зверей, ни туземцев. Так как стрел копий и следов крови я не разглядел, вывод был очевиден. Тело принесло прибоем из моря. Нужно подойти ближе и убедиться, что это не один из моих ребят. Приблизившись к трупу, я склонился над ним и перевернул лицом к себе. Это оказался наш повар Роджер, который мне здесь сейчас очень бы пригодился. И тут неподвижное и по всем признакам мертвое тело зашевелилось, закряхтело и закашляло с водой. Он жив! На секунду очнувшись, Роджер посмотрел на меня, попытался скривить свою фирменную улыбочку и прохрепел. Отлично поплавали, капитан! И спустил дух. Бедняга не выдержал кораблекрушения. Жалко моряка. К тому же он был не особо стар, но образ жизни сказался на нем и поторопил его на тот свет. Нужно попытаться его похоронить с помощью подручных средств. Оглядевшись по сторонам, я увидел кусок паруса и несколько обломанных досок. Оттащив тело подальше от воды, я принялся рыть могилу доской в песке. Яма получилась не очень глубокая. Положив туда Роджера, я накрыл его остатками паруса и принялся зарывать. После чего смастерил крест из прямых веток, связав их лоскутами. Еще одна безымянная могила, подумалось мне. Подняв голову, я только сейчас заметил, что неподалеку от меня, практически тем же делом, была занята огромная, трехсотлетняя на вид черепаха. Она зарывала своих невылупившихся детенышей в яму, наподобие той, что я выкопал для Роджера. А вот и обед! Подождав, пока животное закончит свое столь занимательное занятие и уползет в море, я принялся откапывать его потомство. Сама черепаха была мне не нужна. Я не знал, что мне с ней делать. Сражаться бессмысленно. Она втрое, а то и вчетверо больше меня. Да и сколько сил уйдет на то, чтобы достать ее из панциря. Обнаружив кладку, я не стал сразу трогать яйца. Прежде чем приниматься за готовку, сначала нужно найти, из чего развести костер и чем его разжечь. Я поднялся и отправился на поиски. Пройдя немного вдоль берега, я увидел нечто, что выбило меня из равновесия и отвлекло от прочих мыслей. Мой корабль. Моя Purple Sequel. Четырехмачтовый Барк был разломан на части, одна из которых, носовая, с торчащим бушпритом, сейчас оказалась прямо передо мной. Бак уцелел, чего нельзя было сказать про фок-мачту, которую сломала пополам. Примечание. Барк. Большое парусное судно с прямыми парусами на всех мачтах, кроме кормовой бизань-мачты, несущей косое парусное вооружение. Бушприт. Букшприт. Горизонтальное либо наклонное рангоутное древо, выступающее вперед с носа парусного судна. Бак. Передняя часть палубы. Фок-мачта. Первая, считая от носа к корме, мачта на судне с двумя или более мачтами. Конец примечания. Парусов, канатов и прочих корабельных снастей на части каркаса корабля не было. Все поглотило море, оставив не лишь сломанные доски, силуэт и воспоминания. Да и те чуть не унесло на дно для прикормки местных обитателей. Подойдя ближе к обломкам, я увидел металлическую эмблему с названием, приколоченную ко внешнему борту. Рядом с этой частью корабля, среди щепок, бревен, водорослей и ползающих крабов, валялся на боку сундук. Судя по всему, он принадлежал одному из матросов. Наконец-то начинает вести. Найдя на берегу кусок какой-то железяки, я отодрал металлическую табличку с названием, которая в дальнейшем послужит паспортом, и принялся взламывать сундук. Он оказался крепким, зараза. Разломав несколько досок, я получил доступ к содержимому. Оно меня не вдохновило. Гамак, сломанный секстант, одежда, обладатель которой, очевидно, был коротышкой. Она оказалась на несколько размеров меньше и на меня не нарезала. Сапог не было. Ага, чертяга! На дне сундука под тряпками я обнаружил маленький тяжелый бочонок с ромом. Он мне еще пригодится. Также обнаружилась книга с размытыми буквами, содержание которой невозможно было прочесть. Надо же! Кто-то из моих матросов умел читать. В пылу возни с сундуком я не заметил краба, который спрятался под водорослями, и его клешни пропороли мне ногу. Тело пронзила адская боль. Я, не выдержав, скрикнул и рухнул на колено, держась за раненую конечность. Одежда матроса-недоростка пошла на бинты. Ром пришлось потратить на то, чтобы промыть рану. Эх, если б сейчас кто-то видел, что я мою ромом ноги, мои страдания тут же прекратились бы. Интересно, меня бы застрелили? Или просто прокололи шпагой, не желая тратить на меня драгоценный патрон и порох? Я думал об этом, пока ковылял до кладки с черепашьими яйцами. Приблизившись к заветному обеденному складу, я заметил, что меня хотят опередить несколько чаек, которые столпились у тайника и уже начинали рыть песок. Схватив пару рогатин, я ускорился. Размахивая палками, я принялся отпугивать конкурентов на драгоценные, пусть даже не золотые яйца, которые должны были скрасить мое пребывание на острове, вместе с ромом, конечно. Наглые птицы быстро сдались. Я разломал секстант, достал оттуда линзу, просушил страницы неизвестной мне книги и разжег огонь. Табличка послужила превосходной сковородкой, на которой получилась не менее превосходная яичница. День уже подходил к концу, когда я почувствовал легкое недомогание. Продолжая осматривать обломки корабля, я понял, что мне лучше присесть. Наверное, сказались нагрузки, пережитые мной за последнее время, и организм еще полностью не восстановился. Привалившись к бревну возле костра, я открыл бочонок с ромом, но, поднеся его к рту, не успел сделать ни одного глотка, как рухнул на спину в странный бредовый сон. Я снова оказался в каюте капитана судна, которое мы ограбили и сожгли. Было чертовски холодно, и большинство предметов казались размытыми и нечеткими, но только не она. Картина! Картина была настолько четкой, что я не видел ничего вокруг. Я попытался дотянуться до нее, но руки внезапно оказались такими тяжелыми, как будто к ним привязали пушечные ядра. Вдруг послышались странные голоса, но я не мог разобрать, что они говорят. Будучи не в силах оторвать взгляд от картины, я продолжал стоять, как прикованный, и тут сзади послышались шаги. Я сделал попытку обернуться, но не смог пошевелиться. Кто-то стоял и наблюдал за мной. Он был так близко, что я мог почувствовать его дыхание. Голоса стали громче, и я заметил, как вокруг ходят какие-то силуэты. Постепенно они стягивались, образовывая вокруг меня кольцо. Это были своего рода туземцы. Окружив меня, они остановились и просто стояли, глядя в мою сторону. В каюте внезапно стало жарко, откуда-то потянуло дымом. На стену легли отблески пламени, от свечи или даже от разгорающегося костра. И вот я, прикованный взглядом к картине, стою в центре каюты. Вокруг непонятные туземцы, пристально наблюдающие за мной, а со всех сторон к нам начинает подбираться огонь. Сначала слабый, затем заполыхавший с такой силой, что стало жарко и душно, как в аду. Невозможно было дышать. Я покрылся каплями пота. Вот огонь начал обволакивать мебель и все, что было в каюте. Вот он уже добрался до туземцев, но они все так же неподвижно стояли на своих местах и наблюдали за мной до тех пор, пока их самих не охватило пламенем. Когда на странных людях начала плавиться кожа, они принялись вопить и орать, но не покидали своих мест. Через какое-то время передо мной остались лишь обугленные скелеты, почему-то не прекращавшие своих криков. Картина на стене по-прежнему висела на своем месте, не тронутая и не поврежденная огнем. Но в какой-то момент крепеж на стене, державший шедевр, ослаб, и она упала на пол. Я рухнул вместе с ней, успев заметить, как треснуло стекло под металлическим обрамлением, прикрывающее холст. Рамка вместе с изображением оказались, видимо, слишком тяжелыми. Горящие доски в полу не выдержали, и картина провалилась в трюм, наполовину наполненной водой. Я, ни на секунду не отрывая взгляда от произведения искусства, кинулся следом и оказался в затопленном трюме с плавающими вокруг бочками и прочим барахлом. Так картина цела? Как только я подумал об этом, на меня навалился обрушившийся сверху потолок. Я проснулся. Я открыл глаза, и какое-то время обдумывал увиденное. Меня вернул к реальности вид потолка из стеблей бамбука. Я осознал, что очнулся не там, где заснул, а в какой-то хижине, и решил, что мой сон имеет под собой реальную почву. Возможно, это видение предсказания. Кажется, день был уже в самом разгаре. Повернув голову, я заметил сидящую у другой стены хижины пожилую индейскую женщину, которая резала овощи и бросала их в корыца, лежавшая у нее на коленях. Увидев, что я очнулся, женщина поднялась, отложила свое занятие и, что-то крича, направилась к выходу. Очевидно, она кого-то звала. С каждым шагом ее крик затихал, и я вновь погрузился в мысли о судьбе картины. Меня мучил вопрос. Неужели картина цела и лежит на дне моря? Нужно забрать ее. В процессе разработки плана по спасению картины я окончательно пришел в себя и вспомнил, что лежу непонятно где, непонятно на каком острове и не знаю, что сейчас со мной сделают туземцы. Нужно как-то выбираться отсюда. Поднявшись, я заметил, что моя нога тщательно забинтована и немного ноет, а вокруг стоит резкий запах лекарств. Удалившийся было женский голос начал снова приближаться. Кажется, она вернулась не одна. Внезапно я услышал странный цокот, и в хижину ворвалось непонятное полу-насекомое полу-животное. Оно стремительно подбежало к моему топчану. От ужаса и удивления я вздрогнул и прижался к стенке, не зная, чего ожидать от такого удивительного создания. Не бойтесь, оно вас не тронет. Он прекрасно выдрессирован, но безумно любопытен. В комнату вошел человек с короткой и седой бородой. Кто вы? И где я? И как я попал сюда? И что это за странный зверь? Сколько вопросов! Улыбнулся седой. Не волнуйтесь, вы в безопасности. Вы на моем острове. Вас подобрали охотники этого племени на берегу. Вы лежали без сознания, возможно, из-за раны на ноге, но мы вовремя ее обработали. У вас началось легкое заражение. Ночь вы провели в бреду. Ах да, я не представился. Меня зовут профессор Лакланд. Но все зовут меня просто профессор. Я алхимик. Занимаюсь своими работами по созданию новой жизни. Как растительной, так и животной. Но поскольку остальной мир этого не понимает, мне пришлось спрятаться на этом острове. Не пытайтесь вспомнить. Вы не могли здесь раньше бывать. Этот остров достаточно мал. Его нет на карте. И проплывающие мимо корабли видят только туман или голую местность, обожженную вулканом. А как вас зовут, юноша? И кто вы? Как вы попали сюда? Я уже понял. Вас вынесло на берег вместе с обломками корабля. Меня зовут Леонард Эден. Это был мой корабль. Это имя кажется мне знакомым. Капитан, значит. Так молодый уже свой корабль? За какие же заслуги вы получили такое судно? Или вы никого не спрашивали и взяли его сами? Ну да бог с вами. Даже если вы пират, мне нет до этого никакого дела. Проявите агрессию. И местные охотники тут же уберут вас, как угрозу их племени. Если же нет, то вы наш гость. Я сам в каком-то роде пират от науки. Сюда приплывает судно каждую четверть месяца. Команда на редкость странная. Но я думаю, они смогут вас доставить до ближайшего берега. Когда поправитесь, разумеется. А сейчас не смею больше вас беспокоить. Надеюсь на ваше скорейшее выздоровление. Если пожелаете осмотреться на острове, то я в вашем распоряжении. Вы сможете найти меня в моем доме. Он несколько отличается от остальных. Произнеся это, профессор ухмельнулся и вышел из хижины. Странный полузверь, полонасекомое выбежал за ним. Я остался в полном одиночестве и, откинувшись на спину, погрузился в свои размышления. Через несколько часов, когда лежать надоело, да и попросту затекли спина и бока, я решил все же выйти и прогуляться по острову. Осмотреть деревню туземцев, пообщаться с их здешним, так сказать, богом, профессором, тоже было бы любопытно. Я сел на топчине и заметил возле стоящего посередине хижины стола клюку для хромых. Наверное, она предназначалась мне. Потянувшись за клюкой, я заметил на столе металлическую табличку с названием своего погибшего корабля. Взяв ее в руки, я несколько секунд с сожалением и грустью разглядывал ее. Положив табличку обратно на стол, я не без усилий поднялся и вышел на улицу. Выбравшись из хижины, я, судя по всему, оказался на центральной деревенской площади. На первый взгляд все выглядело довольно мирно. Сидящие редком старики, курящие какие-то удлиненные трубки, пробегающие мимо дети. Вот несколько девушек с необычной посудой в руках подошли к группе женщин и что-то начали готовить. Какие-то мужчины сидя мастерили луки, стрелы и прочее оружие. А посередине площади была расположена огромная каменная печь. Деревня находилась на возвышенности, так что мне стало даже видно небольшую часть берега и кусок моря. Но чем дальше мой взгляд уходил от берега, тем сильнее и гуще становился туман. Профессор не солгал. Причем сразу в нескольких вопросах. Остров и впрямь был окутан туманом, а дом моего нового знакомого действительно нельзя было перепутать с остальными. Схожу-ка я навещу его. Надеюсь, он сейчас не занят. Что такое? Профессор обитал в достаточно высокой башне с кирпичной пристройкой, которые заметно выделялись на фоне общего пейзажа. По высоте башня из когда-то белого, но посеревшего за многие годы камня, достигала уровня трех-четырех этажей. Пристройка же, в свою очередь, была по высоте равна одноэтажному зданию. Я направился в гости к профессору. Проходя мимо жителей деревни, я чувствовал, как они настороженно и молча смотрят на меня, опасаясь, что я выкину какую-нибудь глупость, за которую меня придется сразу же прикончить. Добравшись до дома Лакланда, я заметил входную дверь в одноэтажной пристройке и зашел внутрь. Профессор стоял посередине комнаты, а рядом с ним на кресле сидела та самая пожилая женщина, которая ждала моего пробуждения. Кажется, я прервал их разговор. «О, кто у нас уже на ногах?» улыбнувшись, сказал он. «Входите скорее, присаживайтесь в кресло», он указал на одно из кожаных кресел, стоявших в центре помещения. «Благодарю». По пути к креслу я оглядывал интерьер. Комната была отделана деревом, вдоль стен расставлена старинная мебель, очевидно, с кораблей. На стенах висело несколько картин, а кресло и журнальный стол стояли у камина, который был наглухо завален и закрыт решеткой с висящим на ней замком. Возле камина лежало то самое создание, которое немногим ранее влетело ко мне в хижину. Оно не спускало с меня всех своих пяти глаз с тех самых пор, как только я зашел внутрь. «Как ваше самочувствие?» поинтересовался хозяин башни. «Относительно неплохо, но нога еще немного ноет. На берегу я наступил на одного краба, который пропорол мне ногу клешней. «Главное, чтобы это не оказался один из моих крабов, а то начнется мутация», задумчиво проговорил профессор. «Что-что начнется?» «Как я уже сказал, я занимаюсь здесь весьма странной и в каком-то роде необычной научной деятельностью. Я вывожу новое растение, новых животных путем скрещивания их химических составов». Я с недоумением посмотрел на него. «Нет, я не заставляю спариваться зверей насекомых», ухмыльнулся профессор. «Моей задачей является выведение химических препаратов, которые заставляют все живое меняться так, как мне нужно. Над крабами я тоже проводил эксперимент. Некоторые из них даже выжили. Если это оказался один из них, то нужно придумать средство от мутации. Надо же! Я никогда не задумывался, что произойдет, если кто-то из моих созданий укусит человека. Если хотите, я могу показать вам одно из моих крабовых творений. Оно находится наверху моей лаборатории, и оттуда как раз открывается потрясающий вид на остров. С удовольствием. Судя по вашей чудо-собаке, это действительно должно быть интересно. Да, мой многоликый друг тоже результат удачного эксперимента. Сказав это, он взглянул на чудо-пса. Я присмотрелся получше к необычному зверю. Тот был покрыт крупной чешуей. Передние лапы с черными, как у медведя, когтями поросли длинной коричневой шерстью, а вдоль всего туловища и вместо задних лап у него росло множество длинных тонких ног, как у скалопендры. Морда зверя тоже была не особо привлекательной. Два коротких хобота росли с обеих сторон головы, а на концах каждого было что-то вроде присосок. И все это великолепие венчали. Пять бездонных черных глаз разного размера. «Идемте за мной», сказал профессор. Я поднялся с кресла и прошел за ним в дверь, которая находилась в стене возле камина. И мы стали подниматься по узкой каменной винтовой лестнице между двух стен. Я никак не мог понять, в какой части башни нахожусь. Пройдя часть пути, я увидел в стене закрытую дверь и остановился около нее, чтобы передохнуть. Заметив мое отставание, профессор обернулся и бросил. «Это что-то вроде химического склада. Пойдемте дальше». Наконец мы поднялись на самую вершину башни и остановились перед дверью, которая вела в необычный мир профессора. Он отворил ее и пригласил меня внутрь. Лаборатория представляла собой комнату, по стенам которой были развешаны какие-то чертежи, схемы различных механизмов, рисунки животных и непонятных растений, которые я никогда ранее не видел. Они были изображены с высокой схематической точностью. К одной из стен крепилась доска, на которой мелом было нарисовано непонятное существо с крыльями и клювом, а с краю были сделаны какие-то пометки и расчетные формулы. Возле другой стены стоял стол с горелками, мензурками, всевозможными пробирками, с инсцветной жидкостью и прочими химическими препаратами. Напротив двери, возле окна. Расположился стол профессора, который был просто завален кучами бумаг, дневников и рисунков. Подойдя к одному из шкафов, хозяин лаборатории достал стеклянную колбу с жидкостью, в которой плавало солидных размеров существо. Вот, смотрите. Он поставил колбу на стол. Отвратительное создание неотдаленно напоминало краба. Несколько длинных мягких щупалец росло из туловища. Из спины торчал хитиновый рог. По всему телу росли тоненькие волоски. Профессор сказал, что они для осязания, так как у этой особи не было глаз, и без них оно бы не могло ориентироваться в пространстве. У существа также были отвратительные клешни, подобие человеческих рук, покрытые иглами и колючками. Да, вот это красавец, не выдержав сострил я. У меня таких огромное множество, ими кишит весь остров. Он приоткрыл дверь шкафа пошире, и моему взору предстал настоящий склад этих колб со всевозможного рода живностью, а скорее заспиртованной мертвичиной. Подведя меня к столу, профессор открыл один из своих дневников и протянул мне. Со страниц этого дневника на меня взирали изображения разных чудовищ, по разнообразию форм и видов, превосходящие мое воображение и не знающие себе равных в остальном животном мире. А вы не боитесь, что все они расползутся и попадут в какие-нибудь другие места или на близлежащие острова? Нет, это совершенно исключено. Во-первых, на острове строго контролируемый мною климат для их благоприятной жизни, а во-вторых, цикл жизни этих созданий достаточно невелик и длится от нескольких часов до полутора месяцев. Исключение составляет лишь мой верный пес и еще несколько животных. А вот растения это другое дело. Некоторые из них могут заполнить достаточно обширную территорию, и они совсем неприхотливы. Этакие сорняки, только с усиленным эффектом. А плодоносящие сорта даже приносят мне определенную прибыль и позволяют заниматься исследованиями, не беспокоясь о затратах. Подойдя к окну, я выглянул наружу, и передо мной открылся потрясающий вид. Джунгли, над которыми летали странное создание профессора, отдаленно напоминающие птиц. Чуть в отдалении росло скопление необычно высоких, выбивающихся из общего фона деревьев, а чуть дальше этих странных впечатляющих джунглей величественно возвышался вулкан. «Признаться, я не сразу вспомнил вас», сказал профессор. «Мистер Эден, вас обвиняли в похищении пяти кораблей королевской армии?» «Весьма похвально. Вы были гордостью военного флота, а потом что-то произошло, и вы встали на путь пиратства. Что же толкнуло вас на это?» «Скорее кто?» «Нашлись желающие, которые помогли мне изменить себя и перейти на сторону, которая до поры до времени являлась для меня противоположной?» «Несколько лет я оборозил на своей пеплу сегал эти моря под пиратским флагом, делая только то, что считаю нужным и попутно удовлетворяя потребности никчемных душ экипажа. И свои, разумеется. Что ж, это очень любопытно, но вы, как я понял, не хотите вдаваться в подробности. Что ж, ваше право. Вы что-то говорили о корабле, который часто посещает этот остров. Я бы не хотел вас долго беспокоить своим присутствием и мог бы удалиться с первым же их прибытием. Вы о той необычной команде, с которой я веду торговлю. Они приплывали полнедели назад и через несколько дней должны снова проведать нас. Но, уверяю вас, это действительно очень загадочные люди. Те матросы, которые являются забрать мои разработки, за все это время не проронили ни слова. Они приплывают на шлюпки, передают мне письменное распоряжение капитана и то, что я заказываю для исследований, забирают товар, платят деньги и исчезают восвоясь. Таким образом мы ведем дела. Любопытно. Что ж, тогда мне остается только дождаться их прибытия, а заодно тем временем подлечить свою ногу. То лекарство, которым мы вас поставили на ноги, должно помочь к концу дня полностью затянуться ранее, если, конечно, это обычная рана. Но не буду пугать вас раньше времени. Спасибо, что помогли мне, профессор. Не буду вас больше отвлекать своими разговорами. С этими словами я вышел из лаборатории и покинул крепость. Оставшийся день я провел в хижине. нога к вечеру перестала меня беспокоить. Профессор и тут не обманул. Ночью я услышал несколько взрывов в башне. Выглянув на улицу, я понял, что это гений находится за работой и творческий процесс в самом разгаре. Весь следующий день я провел, изучая остров. Попросив профессора выдать мне какие-нибудь сапоги, я отправился к обломкам корабля с целью узнать, не выбросило ли на берег какого-нибудь еще из моей команды. Берег оказался пуст, ни новых обломков, ни тел членов экипажа. Что же могло с ними произойти? Боюсь, это так и останется загадкой. Начался еще один день на острове. С утра профессор навестил меня, предупредив, что полдня будет идти сильный дождь и что это его рук дело. Посмотрев на ногу, я заметил, что она полностью зажила. Раны как не бывало. Выглянув из хижины, я увидел, что на площади царит какой-то ажиотаж. Едва ли не все жители деревни собрались возле печи, где стоял профессор, занятый чем-то необычным. Через некоторое время все туземцы хором зашумели и из этой толпы в небо поднесся какой-то небольшой синий шар. Он улетел высоко в облака и все жители, в том числе и я, провожали его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Через мгновение в небе вспыхнула короткая молния, а небо вдруг почернело. Еще через миг черные тучи начали заполонять воздушное пространство, закапал небольшой дождь. Аборигены вновь зашумели и стали разбегаться и прятаться по своим жилищам. В течение часа буря разыгралась не на шутку. Я уже начал опасаться, что мое временное жилище рассыпется, как карточный дом. Еще через пару часов на улицу выбежал профессор с таким же шаром, только зеленоватого оттенка, и выпустил его в небо. Шар поднялся не очень высоко. Сверкнул еще один разряд молнии, и в течение получаса буря сошла на нет, а день начал разогреваться заново. Впечатляющие фокусы, профессор, подумал я про себя. Немного отойдя от экспериментов с погодой, я вышел на площадь и увидел мальчика с криками бегущего в сторону башни. Промчавшись мимо меня, он заскочил в крепость профессора. «Вам повезло, мистер Эден, они прибыли даже немного раньше», сказал профессор, выходя из своего жилища. Через четверть часа из джунглей по тропинке поднялась команда отпетых головорезов в составе пяти человек, которые тащили вместе с туземцами сундуки и мешки за спиной. Один из них, огромный лысый мулат в безрукавке, подошел к профессору, отдал ему конверт и застыл в ожидании. Остальные матросы свалили принесенные вещи у стен крепости. Профессор прочитал содержимое конверта, потом что-то прошептал мулату и указал на меня пальцем. Приезжий посмотрел на меня и чуть помешков кивнул головой. «Они согласны забрать тебя?» крикнул мне профессор. Один из матросов собрал какие-то вещи и махнул мне рукой, чтобы я шел с ними. Схватив металлическую табличку с названием своего корабля, я поспешил следом, набегу, поблагодарив профессора за сапоги и скрылся с необычной командой в непроходимых джунглях. Глава вторая Желтое море Выйдя на берег, я увидел небольшую шлюпку, привязанную тонким канатом к якорю, которым служил кол, вбитый прямо в песок. По пути мне всучили небольшой, но очень тяжелый бочонок с неизвестным содержимым, и его тяжесть мешала мне насладиться мыслью, что я снова выйду в море, а не закончу свое существование на острове, пусть даже необычном. Подойдя к шлюпке, я свалил в нее свой неподъемный груз и влез вовнутрь. Корабля не было видно из-за густого тумана, но команда решительно погрузилась в лодку, и двое человек оттолкнули ее от берега. Один из матросов открыл сундук, из которого достал небольшой факел и кремень. Он зажег факел, выпрямился и поднял его кверху. Через некоторое время шлюпка дернулась, как будто ее кто-то толкнул. На носу я увидел металлическое кольцо, приделанное к лодке, от которого тянулся канат, уходящий в туман. Теперь стало понятно, как они ищут остров и выбираются с него. Постепенно туман рассеялся, и я увидел примерно в миле от нас корабль. Он вытягивал шлюпку с острова за тот самый канат. Нас подтянули к кораблю и опустили лебедочный мостик, чтобы мы скинули туда все привезенное с острова. После чего один из матросов, стоящих на палубе, бросил нам веревочную лестницу. Матросы в шлюпке почему-то стояли и смотрели на меня. Лишь когда один из них, мулат, показал мне пальцем наверх и кивнул на лестницу, я понял, что мне предоставлено почетное право первым подняться на корабль. Едва я взошел на борт судна, все тут же отложили свои дела и с любопытством окружили меня. Вдруг тишину разрезал звук взметнувшегося хлыста и я услышал откуда-то сбоку тяжелые приближающиеся шаги. Свист хлыста вернул команду к реальности и она тут же бросилась заниматься своими делами. Тем временем матросы, которые приплыли со мной в шлюпке, уже почти все поднялись на борт. Подойдя ко мне, человек с хлыстом пристально вгляделся в мое лицо. Он выглядел как классический пират. Огромный, с длинной бородой, в шляпе треугольной формы, в серо-зеленом бушлате до колен с кожаным ремнем наперевес, со свистком на шее и хлыстом в руках. Вероятно, это был капитан. Подробно изучив меня и убедившись, что я не один из его людей, он вопросительно и злобно взглянул на мулата. Потом, дернув его за локоть, капитан толкнул его в сторону своей калюты. Тот, в свою очередь, обернувшись на ходу, махнул мне рукой, чтобы я шел за ними. Очевидно, для выяснения обстоятельств. Деваться было некуда, я побрел следом. Зайдя в каюту, капитан посадил мулата с краю своего стола, выдал ему листок и чертежный карандаш. Тот принялся что-то лихорадочно строчить. Пока мулат был занят этим делом, капитан смотал хлыст и закрепил его на своем широком кожаном ремне, а затем, обойдя стол, встал напротив окна и, сложив руки за спиной, всмотрелся в морскую даль. Наконец, мулат закончил свою писанину и, бросив взгляд на капитана, отложил карандаш. Тот услышал возню, обернулся и взял листок, одновременно указав члену своей команды пальцем на дверь. Моряк покорно поднялся и вышел из каюты. Дочитав письменное объяснение мулата, капитан сел за стол, взглянул на меня уже более мягким взглядом и так же молча принялся что-то писать. Пока он полностью игнорировал меня, я решил получше осмотреть каюту. Массивный деревянный письменный стол, заваленный картами, несчетным количеством бумажек, записок и прочих обрывков стоял напротив выхода возле окна. Рядом красовался огромный коричневый глобус. На стенах в ряд были развешаны хлысты. Они висели смотанные по длине, от коротких к более длинным. Рядом с ними были прикреплены свистки разнообразных форм, материалов и размеров. На одном из невысоких шкафов на подставке стояла скрипка. Процесс разглядывания обстановки был прерван мулатом, который вернулся в каюту. В руках он держал мою табличку с названием корабля. Протянув мне этот своеобразный документ, он вновь вышел, а я положил табличку на колени. Капитан, не отрываясь, продолжал свое занятие. Тишину нарушали лишь доносившиеся с палубы свистки, хлопки и прочие звуковые сигналы. Тем временем капитан закончил писать, отложил длинное черное перо и передал мне весьма содержательную записку. Взяв ее в руки, я принялся читать. Я постараюсь быть краток, опишу вам всю ситуацию, происходящую на корабле. Поскольку вся команда на корабле, включая меня нема, я смогу изъясняться с вами только подобным письменным образом. Мое имя Вудс Роджерс. Вы находитесь на торговом судне Виссел, где я являюсь капитаном. Примечание Виссел, свист, английский, конец примечания. Мой боцман описал вашу ситуацию и то, что вам нужно попасть в ближайший порт. Но боюсь, в обозримом будущем все наши остановки будут происходить только на островах наподобие того, которые вы покинули. Я предлагаю вам работу на моем корабле до тех пор, пока мы не сможем высадить вас на более или менее цивилизованном острове или же пересадить вас на другой корабль. Поскольку вы единственный говорящий человек на судне, вы можете помочь нам вести обмен с жителями островов, с которыми мы торгуем. Теперь скажите мне ваше имя. Послание оборвалось. Я медлил, держа листок в руках и пытаясь навести хоть какой-то порядок в голове среди множества возникших вопросов и мыслей, прежде чем дать здравый ответ капитану. Тот молча ждал. Наконец я взглянул на него. Меня зовут Леонард Эден. Если это послужит моей платой за пребывание на судне, что ж поделать? Мне придется согласиться. Капитан слегка ухмыльнулся и кивнул в знак того, что все обернулось как он и хотел. Взяв свисток, который висел у него на шее, он коротко свистнул в него два раза и взглянул на дверь. В каюту снова зашел боссман. Капитан ткнул пальцем в меня и сделал непонятный знак рукой. Я раньше слышал о языке жестов, но никогда с ним не сталкивался. Помню, в академии нам рассказывали, что он появился примерно в 1680 году и считалось, будто на нем разговаривают только ведьмы. Что ж, изъясняться мне здесь будет и вправду сложно. Боссман взглянул на меня и позвал за собой. Выйдя на палубу, я понял, что означали свистки, хлопки, постукивание по доскам корабля, слышанные мной в каюте. Это был их язык, способ общения между собой. Как же все это время они плавали в море? Слаженность и внимательность всех членов группы должны быть максимальными, иначе кто-то может попасть в непредвиденную ситуацию, а остальные даже не заметят этого, поскольку попавший в беду не сможет позвать на помощь. Висселл. Это название показалось мне чертовски знакомым. Не могу вспомнить, где я раньше его слышал и почему мне должно быть известно это невзрачное торговое судно, которое даже не заходит в порт. Вопросы навалились и кружили голову, раздирая мозг на части. Любопытство и желание понять, что на самом деле происходит на этом корабле, изводили меня. Но скучать здесь точно не приходилось. Весь оставшийся день я участвовал в подсобных судовых работах и выполнял указания боцмана. Работенку он мне находил несложную, но весьма разнообразную, так что под конец дня я полностью выбился из сил и заснул возле лестницы в трюме, в котором обитала остальная команда. Я заснул даже без мыслей, не видя никаких снов и видений. Почувствовав сквозь сон легкие похлопывания по щекам, я вздрогнул от удивления и неожиданности, резко открыл глаза и увидел склонившегося надо мной боцмана, который меня зачем-то разбудил. Слегка приподнявшись, я заметил солнечные лучи, пробивающиеся в трюм. Неужели уже рассвело? Оказалось, будто прошло одно мгновение. Боцман, поняв, что я пришел в себя, выпрямился и показал мне жестом, чтобы я поднимался наверх. Затем он изобразил капитана, сделав вид, что оглаживает бороду и машет хлыстом. Должно быть, капитан ждал меня у себя. Поднявшись на палубу, я увидел, что она почти пуста, не считая старого матроса, который сидел в углу и курил трубку, рулевого, впередсмотрящего и двух спящих членов команды на носовой части корабля. Я подошел к ведру с водой, распутал узел ленты в волосах, прополоскал рот и окунул голову прямо в ледяную воду, моментально освежившись и прогнав остатки сна. Теперь можно было идти к капитану. На ходу, закрутив волосы в хвост, я зашел в каюту и, притормозив у входа, постучал по открытой двери. Сидевший за столом капитан Роджерс заметил меня и подозвал к себе. Он протянул мне бумагу, на которой, вероятно, были распоряжения. Подойдя к нему, я взял записку в руки и принялся читать. В послании капитан уведомлял меня о намерении плыть на остров, который матросы звали островом Паука. Какое оригинальное название, подумал я. Нам предстояло встретиться с местными жителями и договориться, чтобы они помогли нам добыть паучьи яйца, кладки которых находятся на вершине скал. Задание меня не слишком воодушевило, и первым порывом было отказаться. Но, вспомнив о том, что я отправляюсь на остров не один, а с командой, которая уже, вероятно, там былала, я немного успокоился и решил все же не спорить. Выйдя на палубы из каюты, я увидел виднеющийся вдалеке силуэт острова. Мимо меня по палубе прошел боцман. Спускаясь в трюм, он со всех сил дунул свисток и свистел достаточно долго. Вероятно, это была команда подъем, потому что из трюма начали подниматься первые зевающие матросы. На палубе они выстроились в линию возле левого борта, а боцман встал перед ними. Он указал пальцем на остров у себя за спиной и принялся бурно жестикулировать. На объяснение хватило минуты. Все матросы тут же засуетились. Несколько человек начали спускать шлюпку на воду. Кто-то полез на мачты, кто-то спустился в трюм и принес оттуда сети, мешки и оружие, которого хватило бы, чтобы развязать маленькую войну. Интересно, для чего им оружие и откуда его у них столько? Погрузив все необходимое в шлюпку, моряки в нерешительности замерли на палубе, переглядываясь между собой. Боцман сделал шаг по направлению к борту, у которого плавала шлюпка, но тут заметил, что все матросы стоят на месте и никто не хочет сопровождать его. Он кинул злобный взгляд на команду и сам выдернул из строя несколько человек, а последнему из них даже дал пинка. Проследив, чтобы они перевалили за борт и спустились в лодку, он взглядом велел мне лезть за ними. Последним залез сам Боцман. Спустившись, он прикрепил лодку к борту корабля метровым металлическим штырем и постучал два раза кулаком по борту. Мы подплыли вместе с кораблем ближе к острову, после чего отцепили шлюпку и легли на весла. Остров представлял собой высокую отвесную скалу, о которую с грохотом разбивались волны. Возле скалы велись стаи чаек. На самом верху виднелась небольшая растительность. Меня озадачила мысль, как же мы заберемся туда, поскольку, судя по направлению, мы не собирались огибать эту глыбу, а двигались прямиком к ней. Только когда мы подплыли ближе, я заметил небольшую рукотворную пещеру, выбитую посреди отвесной скалы. У входа было вбито прямо в камень зажавевшее металлическое кольцо с привязанной к нему веревкой, которой и воспользовался один из матросов, чтобы пришвартовать шлюпку. Спрыгнув на каменный бережок, я увидел проход, закрытый стеной и незаметный с моря. Команда вытащила из шлюпки оружие сети и мешки, и мы начали подъем. Сначала проход представлял собой каменную лестницу, но чем выше мы поднимались, тем больше он покрывался мхом. Из щелей скалы прорастали ветки кустарников и начала показываться земля, вскоре сменившая ступеньки. На вершине нашему взору открылся вид на остров. В центре он имел форму воронки, и теперь нам предстояло спуститься с возвышенности вниз через джунгли. На противоположной стороне вздымалась скала, которая показалась мне чуть ли не вдвое больше расстояния, которое имел остров в длину. Во время спуска боцман указал на дым в глубине джунглей, и я разглядел там маленькое селение посередине небольшой впадины. Прорубившись сквозь зарощенные дебри, мы вышли на еле заметную тропинку и по ней в конце концов выбрались к деревне. Множество хижин были разбросаны в хаотическом порядке. Возле некоторых из них дымились костры, на которых жарилась дичь или кипело что-то в металлических котлах, изготовленных явно не этим племенем. На входе в селение к нам подошел туземец, вероятно один из старейшин или даже сам вождь. Приветствую вас, сказал он, мы уже давно ждем вашего прибытия. Боцман подошел к нему и передал небольшой мешочек. Тот с радостью протянул ладонь и принял его. В дар ли, как плату или долг, мне было неизвестно. Мы прибыли на остров за паучьими яйцами. Нам нужно, чтобы вы отвели нас к ним и помогли их собрать, промолвил я. Вождь кинул на меня хмурый взгляд. Потом он взглянул на мешок у себя в руках и согласился. Обернувшись, он на своем языке подозвал соплеменников и, когда двое туземцев в набедренных повязках с копьями в руках подошли к нам, принялся им что-то объяснять. Пока он говорил, у парочки вытягивались лица. Они явно были не в восторге от услышанного и смотрели на нас с ужасом. Что же их так напугало? Когда команда наших матросов немного подготовилась, проверив сети с мешками и зарядив оружие, мы с туземцами отправились в путь. «Удачи!» крикнул нам вслед вождь племени. Пожав плечами мы продолжили движение. Миновав жилые постройки, мы вышли к небольшой плантации, на длинных грядках которой пробивались вполне привычные всходы. После плантации снова начались труднопроходимые джунгли. Пробираться здесь стало еще сложнее, чем с противоположной стороны острова. Видимо, туземцы почти не ходят в этом направлении. Комары, ящерицы, гусеницы и прочая живность, периодически сыпавшаяся на нас срубленных листьев, начала порядком надоедать. Но по мере продвижения вглубь их количество постепенно сокращалось, и вскоре они вовсе перестали нас беспокоить. Даже щебетания птиц и крики зверей вдруг смолкли. В джунглях воцарилась пугающая тишина, как во время штиля. Туземцы, идущие впереди нас, резко остановились и слегка присели, осматриваясь по сторонам. Я шел прямо за ними и, заметив эту паузу, тоже замер и поднял голову. Вершины высоких пальм были покрыты прозрачной белой паутиной, едва пропускавшей дневной свет. Команда тут же приготовила пистолеты и сети. Кажется, мы имеем дело с ядовитыми тарантулами, которые наверняка будут охранять потомство. Вооружился и я, взяв из мешка пистолет и увесистую саблю, вместо ножа, которого в мешке не оказалось. Вероятно, в окрестностях обитало больше сотни пауков, раз они смогли свить такое количество паутины. Чем дальше мы проходили вперед, тем сильнее все было покрыто тугой паучьей сетью. Она окутывала буквально все вокруг. Нужно побыстрее разделаться с этим поручением и убраться отсюда. Мы, не торопясь, продолжали движение, но в какой-то момент обернувшись, я обнаружил, что наша команда сократилась. Вместе со мной и боцманом на берег ступили еще четыре матроса, не считая впереди идущих туземцев. Теперь же их осталось всего трое. «Где еще один?» спросил я у боцмана. Тот взглянул на меня, потом обернулся и в испуге поднял пистолет на исходную. Все замерли и затихли. Боцман сделал два коротких негромких свистка, поднеся пальцы к рту. «Тишина!» Он повторил команду. «Снова тишина!» Внезапно туземцы закричали что-то на своем языке и пронеслись мимо меня. Обернувшись, мы увидели нечто. Перед нами стоял гигантский паук. Его туловище было размером с приличного пса, и это не считая восьми огромных мохнатых черных ног. Мы оказались лицом к лицу в нескольких шагах друг от друга, ботсман лихо выхватил копье у одного из туземцев и метнул его прямо в гигантского паука. Копье пролетело совсем рядом, чуть ли не коснувшись моего уха, и пронзило цель прямо в голову. Огромная насихомая дернула лапами и сделала последний вздох. Мы переглянулись между собой. В глазах у каждого застыл ужас. Но, переведя дыхание, наша поредевшая компания продолжила свой путь. Теперь я понял смысл названия острова и откуда здесь столько паутины. Наверняка команда знала о существовании обитающих тут гигантских пауков. Пока я шел вперед и думал об этом, не заметил, как передо мной выросла вертикальная каменная стена, местами покрытая паутиной. Я остановился перед ней. Потом обернулся и взглянул на команду. Мне показали пальцем направо, где был узкий выступ, на котором маленькая и еще менее узкая тропинка вела наверх. Мы начали подъем на гору по опасному выступу. Впрочем, соскользнуть с него было практически невозможно, поскольку сапоги прилипали к паутине, которой он был покрыт. Поднявшись на достаточную высоту, мы уперлись в небольшое дерево, росшее на нашем пути. Как только мы к нему приблизились, на нижнюю ветку приземлилась птица размером с небольшого голубя. Чирикнув, она уселась поудобнее, глядя то на нас, то по сторонам. Мы обратили на нее внимание только потому, что в этот момент остановились перевести дыхание. И, в отличие от вертящей головой птицы, заметили, как сверху на паутине тихо съехал желтый паук с черным узором на спине и длинными тонкими лапками. Он ловко схватил птицу, вонзил в нее маленькие клешни, что росли у него на морде, и впрыснул свой яд в ее кровь. Птица дернула крыльями в попытке улететь, но было уже слишком поздно. Через мгновение жертва поникла, расслабив шею и крылья, и паук ловко за считанное мгновение завернул ее в кокон и унес с собой. Я почувствовал легкое омерзение, по всему телу у меня пробежала дрожь. Машинально я поднял голову, убедиться, нет ли надо мной подобной твари. Пойдемте, пока он сыт, обернувшись к команде, сказал я. Обогнув дерево, корни которого торчали прямо из выступа, мы продолжили свое возвышение. Тропинка, по которой мы двигались, начала расширяться. Кажется, мы поднялись на вершину горы. Аккуратно пройдя вперед, я выглянул из-за большого камня и увидел за ним пещеру с небольшой площадкой перед ней. Продолжение следует... Продолжение следует...